Здравствуйте! Вы смотрите программу «Власть. Открытая политика» в студии Тарас Степаненко. Сегодня мы поговорим о развитии физкультуры и спорта в нашем регионе, о большом спортивном строительстве в районах области и о введении норм ГТО в нашу жизнь. Специально для этого разговора мы пригласили временно исполняющего обязанности председателя комитета по физической культуре и спорту Александра Алексеевича Марковчина. Здравствуйте! Добрый день! Перед началом нашего разговора я хочу напомнить нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, а значит вы можете задавать свой вопрос по телефону 703515 или на сайте нашего телеканала 7info.ru. Кроме того, участвуйте в интерактивном опросе. Сегодня его тема звучит следующим образом «Готовы ли вы сдавать нормы ГТО?» И два варианта ответов на ваших экранах. Голосуйте, звоните, мы по завершению нашей программы обязательно подведем итоги и обсудим, собственно говоря, насколько наши куряне готовы к сдаче ГТО. Ну а начать наш разговор хотелось бы с большой общей темы. Судьба базовых олимпийских видов спорта в Курской области. Это у нас фехтование, легкая, тяжелая атлетика, дзюдо. Вот расскажите, чем можете похвастаться в развитии этих очень важных медалиемких видов спорта? Ну, хвастаться не хотелось бы, просто идет каждодневная кропотливая работа. Это работа не только чиновников, спортсменов, прежде всего тренеров, спортсменов. Ну, коль уж вы начали с фехтования, я хотел бы сказать, что в этом году наши фехтовальщики, как всегда, были на высоте. Это и Инна Дереглазова, и Бирюкова Юля стали призерами чемпионата мира Европы. В Курской области, после того, как был открыт центр фехтования, его заметили на всероссийском уровне, то есть оценили по достоинству его такой, будем так говорить, такой интересный и дизайн, и наполнение, особенно оборудование. То есть к нам предложено было, мы провели здесь второй этап, третий летний спартакиада молодежи России 2014 года. Также провели всероссийский турнир в памяти Кирилловой по фехтованию. То есть на сегодняшний момент куряне уже могут увидеть в Курске своих фехтовальщиц. То есть вот у нас здесь Кристина Самсонова заняла третье место на этапе, было интересно смотреть за ее поединками, было интересно смотреть в зале на наших знаменитых фехтовальщиц, таких как Яна Рузарина, Женя Ламанова, то есть вот это все, Евгения Алексеевна, вернее, Ламанова, теперь она директор Сюшора, у нас поэтому теперь уже называть ее нужно вот так. То есть это для нас очень приятно и волнительно, потому что мы своих фехтовальщиков вот видим, можем пощупать руками, будем так говорить. Если говорить о легкой атлетике, ну это, наверное, один из самых массовых видов спорта в Курской области, если не самый массовый. У нас на сегодняшний момент 12 легкоатлетов являются кандидатами в сборные команды России в различных возрастах. Ну у нас регулярно мы всегда выиграем в Центральном федеральном округе, у нас есть первенство России, призеры. И что я хочу, мне очень приятно сказать, что Купина Катя заняла второе место на чемпионате России сейчас, и Угарова Кристина четвертое место также на России. Тяжелая атлетика, у нас на первой позиции сейчас выдвигаются девушки. Значит, на чемпионате России по тяжелой атлетике, который недавно завершился в Грозном, в копилку медалей пополнила Овчинникова Надя, она заняла третье место в двоеборье, и также второе место в рывке. Дима Молодцов, третье место в рывке. Сейчас мы, конечно, ожидаем хорошего, достойного выступления наших спортсменов на первенстве России, которое с сегодняшнего дня началось в городе Владимире. Это тяжелая атлетика. Дзюдо мы с нетерпением ждем 10-15 сентября. В Ханты-Мансийске пройдет чемпионат России. Шесть наших спортсменов отобрались на эти соревнования, поэтому чуть позже об этом можно будет сказать. Шесть спортсменов – это довольно такое солидное... Ну, традиция школы дзюдо достаточно приличная, несмотря на определенный спад, который есть. Но это можно объяснить, прежде всего, и определенной сменой поколений, и определенными финансами проблемами, которые есть сейчас и у федерации, и у нас. То есть мы не можем как бы в полном объеме сейчас делать такие учебно-тренировочные сборы, как делали раньше. Но мы сделали акцент на подготовку к спортивному резерву. То есть вместе с нашими тренерами мы работаем точечно по каждому такому нормальному спортсмену. Ну и в боксе мне бы очень хотелось отметить. В этом году у нас стал на первенстве России победителем Витя Орехов, Виктор Орехов. Выполнил норматив мастера спорта в тяжелой, супертяжелой категории. И я надеюсь, что когда-нибудь мы его, может быть, увидим на пьедестале более высокого уровня. Потому что категория такая весовая, тяжелая. И тот же Александр Владимирович Поветкин, который у нас стал олимпийским чемпионом, то есть Витя идет по этому пути. Так что ему успехов больших в этом. Ну, каких видов спорта можно еще сказать из олимпийских? Это, наверное... Я думаю, про баскетбол можно сказать. Потому что этот вид спорта в числе базовых олимпийских для Курской области появился совсем недавно. Но вот прежде чем мы начнем этот большой разговор, давайте посмотрим сюжет о ночи баскетбола. Недавно это уникальное мероприятие прошло в Курске. Собрало пять олимпийских чемпионок. Давайте посмотрим, потом уже вернемся и обсудим более подробно эту тему. С удовольствием. Внимание на экран. Такой баскетбол нам нужен. Лучшие игроки сборной СССР и России вместе с курскими болельщиками провели необычную ночь. Команда губернатора Елена Гришина, Светлана Антипова и Элен Шакирова. На тренерском мостике президент Динамо Александр Ягерь. Против них играют Ирина Сумникова, Мария Калмыкова, Елена Новикова, а во главе команды Наталья Засульская. Чемпионки и призерки олимпийских игр, победительницы мировых и европейских первенств. Но болельщики особым гулом встречают только одну баскетболистку. Легенду Курского Динамо Елену Гришину. Она и в этом матче один из самых результативных игроков. Даже несмотря на то, что раньше в баскетбол 3 на 3 не играла. Знаете, если есть мастерство, хоть 2 на 2, хоть 1 на 1, какая разница. Но подыгрываешься как-то. Несмотря на статус товарищеского, матч получился напряженным. Команда губернатора открыла счет, затем вперед вырвались соперницы. И лишь за минуту до финальной сирены Гришина Сантиповой установили окончательный счет. 12-10 в пользу хозяек. Три четверти по 5 минут пролетели незаметно, признались баскетболистки. Потому что мы все практически, когда закончилась игра, мы все в один голос сказали, что все закончилось, мы только размялись. Еще бы пару таймов по 10 минут, и тогда было бы полное удовлетворение. Конечно, все равно немножко непривычно, но все равно, как говорится, входишь в азарт, и тут уже какая разница. Главное, у тебя мяч в руках, кольцо, как говорится, ну и все. Остальное, как говорится, все помнится. Руки, ноги, мышцы все это помнят. В праздничную атмосферу дополнили танцы с огнем, зажигательная музыка и соревнования любительских команд. Курск открыл новую страницу в своей спортивной истории. Во всем мире тенденция развития такого движения 3х3. Недавно мы в Москве провели Чигай от мира по баскетболу 3х3, который претендует на следующие Олимпийские игры. С Гонниковой Викторией Михайловной! Очень радует, что Динамо Курск и Курская область идет в лобу со всем мировым баскетболом. Я вас поздравляю с этим. Организаторы ночного праздника надеются, что пример звезд станет заразительным для сотен юных спортсменов. Тем более им есть где оттачивать мастерство. Благодаря программе развития физической культуры и спорта в Курской области, инициатором которой стал временно исполняющий обязанности губернатор Александр Михайлов, в регионе уже построено более 80 многофункциональных спортивных площадок, а в будущем появится еще 30 аналогичных объектов. Ну вот Ирина Сумникова, олимпийская чемпионка, в сюжете как раз сказала, что курский баскетбол идет в ногу со всем мировым баскетболом. Так вот, расскажите, какой сегодня этот самый курский баскетбол? Классный сюжет, очень спасибо большое. Когда сидишь в зале, вернее, на улице и смотришь, это немножко по-другому смотрится, сейчас вообще обалденно просто получилось. Мы действительно стараемся этот бренд, тренд как угодно развивать, тем более, что есть куда стремиться. Конечно, вот этот посыл нам преподали, конечно, вот такие замечательные спортсмены, такие как Лена Гришина, как Ира Сумникова, как другие-другие, даже Антипова. Там же была и Виктория Михайловна Сгонникова, там же Ира Сторожева, которая сейчас работает в спортивной школе. У нас достаточно много такая плеяда замечательных спортсменов-баскетболисток, и подрастает их очень много. Поэтому мы в... Не так давно, летом проводился Среднерусский экономический форум, где впервые мы презентовали круглый стол инвестиций в спорт «Фундамент Побед». На этом мероприятии присутствовали представители Министерства спорта, присутствовали представители различных всероссийских федераций, также наши руководители профессиональных клубов, директора спортивной школы, общественная спортивная, в спортивно-концертном комплексе все это проходило. И когда мы презентовали работу Федерации баскетбола, презентовали работу баскетбольного клуба «Динамо», баскетбольного клуба «Русичи», после этого круглого стола у нас состоялось обсуждение с представителями Министерства на предмет, почему до сих пор в Хрустской области баскетбол не является базовым олимпийским видом. Не скрою, мы в прошлом году пытались попасть в это сообщество базовых олимпийских видов с баскетболом, но, наверное, те заслуги, которые были на тот период времени, показались недостаточными для Министерства, для того, чтобы включить в приказ министра. В этом году все получилось. Тому, конечно, способствовала прежде всего такая кропотливая работа. Это тоже третье место баскетбольного клуба «Динамо» в чемпионате России. То есть то, что мы вышли сейчас в Евролигу с тем же баскетбольным клубом. В этом году 20 лет баскетбольному клубу «Динамо». Очень успешно, я считаю, очень успешно выступил баскетбольный клуб «Русичи». Хороший пример такого государственного частного партнерства, где с самого, наверное, с земли люди начали заниматься баскетболом, сохранили традиции. Спортивная школа в Октябрьском районе существует, и они смогли добиться вот такого хорошего результата. Мы как бы сейчас сотрудничаем вместе, ни одно уже соревнование не проходит без участия «Русичей», будь то оранжевый мяч или найтбол, или соревнования в спортивно-концертном комплексе. Они очень много внимания уделяют детско-юношескому спорту. Вот все это, наверное, легло в копилку, плюс успехи нашего школы Олимпийского резерва «Динамо», где по двум возрастам 99-го года, 2001-го мы взяли второе и, соответственно, первое место. Вот, опять же, Центрального федерального округа, на Всероссийском фестивале по мини-баскетболу также есть успехи, плюс спортивная школа, которая насчитывает порядка 500 деток сейчас, плюс то, что из спортивной школы в баскетбольный клуб «Динамо» в этом году были отобраны 5 девочек наших курских. То есть это очень приятно, и мне очень приятно, что профессиональные люди, которые присутствовали в этот день в Курске, оценили нашу работу, и мы оперативно направили документы в Министерство спорта, нас одобрил губернатор в этом вопросе, подписав такое представление, и теперь базовый олимпийский вид, вот приказа министра в июле месяце встал у нас в баскетбол. А что этот статус дает? Ну, этот статус дает, прежде всего, большую ответственность, и не скрою, и определенные средства, которые пойдут на развитие вида спорта. Пусть они не очень большие, это где-то порядка 600 тысяч рублей в год, и плюс добавятся деньги на так называемый подготовку спортивного резерва, то есть на командирование, то есть обращают внимание в различные национальные команды, по разным возрастам могут попадать наши спортсмены. То есть, прежде всего, я это оцениваю как ответственность большую. Не стоит забывать еще, что у нас есть такая программа, как КС-баскет, то есть у нас еще школьная программа. Обязательно, это школьная баскетбольная лига. И вы знаете, когда на Царстве Небесного Сергея Белова, который мне очень приятно говорить о том, что я познакомился с таким великим человеком, он был у нас буквально год назад, мы затеяли вместе эту баскетбольную лигу в Курской области, у нас очень здорово все прошло, вы помните, и мастер-класс, и участие в большинстве команд наших школьных, тот же Железногорск, который большие умницы победили тогда в первом КС-баскете, то есть это было классно. И, конечно, очень жаль, что Сергей ушел из жизни, но он оставил после себя вот такой проект, который мы с большим удовольствием реализуем, и он действительно имеет место быть, наверное, как самый массовый проект в школьном спорте. Александр Алексеевич, у нас есть звонок в студии, давайте его послушаем. Здравствуйте, говорите. Здравствуйте. Вот у меня вопрос, будут ли организовываться соревнования по баскетболу 3х3 в Курске, так как уже проводятся чемпионаты мира и Европы, и России. А в Курске в этом году состоялись только массовые финалы по стритболу, вот, в августе? Ну, если такое желание есть, почему бы и нет. У нас есть спортивно-концертный комплекс, площадь перед этим комплексом, которая находится также в виде комитета по физической культуре и спорту. Нам не нужно перекрывать улицу, нам не нужно какие-то трудности создавать с транспортом в городе, и поэтому я думаю, что если есть желание, и Федерация баскетбола Курской области поддержит начинание общественности, почему бы и нет, я с большим удовольствием поддержу эту идею. Тем более результаты есть. Есть еще один вопрос, на этот раз на сайте нашего телеканала. Виктор Бескольцев интересуется. Будет ли у нас в области проводиться работа по увековечиванию памяти прославленных спортсменов? А то много говорим о пропаганде здорового образа жизни, а памятников или улиц, названных именами наших атлетов, совсем нет. Недавно с удивлением прочитал, что в числе первых курских олимпийцев был велосипедист Калевцов, Борис Кулешов, дзюдоист Новиков и велогонщик Трифонов. Трое последних выступали на Олимпиаде 1972 года и представляли другие города, но были нашими земляками. Давайте ставить им памятники, издавать книги, называть улицы, устраивать выставки хотя бы в торговых центрах. Такой большой вопрос, предложение. Ничего, кроме положительных эмоций, этот вопрос вызвать не может. Я хочу сказать, что книги мы выпускаем вместе с нашими авторами курскими. Допустим, та же книга Василия Воробьева «Баянский самородок», который рассказывает о Клевцове. Может быть, тираж не такой большой, чтобы все желающие могли с этим ознакомиться. Но в спорткомитете есть эти книги, пожалуйста, приходите, будем делиться с вами. То, что касается других спортсменов, вы знаете, я могу еще десятых спортсменов назвать. И не только спортсменов. Я бы с большим трепетом отнесся бы к кандидатуре на вековечение такого человека, как Николаевич Кузнецов, который, в принципе, является, ну, будем так говорить, автором, может быть, не совсем автором, но человеком, который смог после военные годы в Курске восстановить и построить заново новые спортивные объекты, такие как, допустим, стадион Трудовой резервы. Вот, и если, я знаю, что такая дискуссия тоже ведется, и если называть чьим-то именем стадион, допустим, то есть много мне обращений поступает, там, вот, Трудовой резервы, что такое Трудовой резервы, во-первых, ничего плохого не вижу в этом названии, и думаю, люди не только старшего поколения, и мои равесники, к этому отнесутся нормально, а вот если будет такое, то я бы предложил, допустим, также и имя Николая Ивановича увековечить, потому что человек дожил до 97 лет, был в ясном уме, меня посчастливилось с ним несколько лет еще, будем так говорить, поработать, а если говорить о спортсменах, у нас есть и именитые футболисты, которые, к сожалению, ушли из жизни рано, тот же Виктор Сухоруков, то есть, как бы, вот, я знаю, что многие его помнят, и поэтому это очень большая, интересная работа, поэтому я также призываю общественность к тому, чтобы мы вместе это сделали. Вот, наверное, вот эта идея музея спорта, которую мы все-таки никак не можем реализовать пока, она могла бы в этом очень помочь. Давайте тогда поговорим о другой большой теме нашего эфира, это ведение норм ГТО. Расскажите, какая сейчас работа в Курской области ведется, и все-таки, когда куряне смогут прийти и сдать нормы? Ну, куряне могут сдать нормы нежда, как бы, того момента, когда мы со свистком выйдем на Красную площадь и, скажем, всем сдавать нормы ГТО. В принципе, это добровольное дело, и любой желающий может уже себя попробовать в сдаче норм ГТО в беге, допустим, в подтягивании, в отжимании, или в плавании, может быть, в стрельбе, либо в метании гранаты, либо другого предмета. То есть, как бы, это, пожалуйста, в любом спортивном комплексе это можно сделать, если там или дома, или где-то еще. Но это, как бы, ведь ГТО, это не только, будем так говорить, тестирование своих физических возможностей, но это определенное общественное признание, призвание, признание. И когда президент издавал указ, ведь подоплека этого была еще не только измерить наше физическое здоровье, но и еще раз понять, насколько мы с вами готовы к тем вызовам, которые на сегодняшний момент в нашей, не только в нашей стране существуют, да и за прежде всего, за ее пределами. Насколько вот мужское население, да вообще мы, насколько мы здоровы, прежде всего, в душе. Вот я бы это так назвал. Поэтому на сегодняшний момент первый шаг сделан. Есть указ президента Российской Федерации, всероссийскому физкультурно-спортивному комплексе готового труда и обороне. Указ вышел 24 марта 2014 года, номер 172. В связи с этим уже подписан план мероприятий между временно исполняющим обязанности губернатора Курской области Александром Николаевичем Михайловым и министром спорта Виталиевичем Мутко. Этот план существует. На сегодняшний момент идет работа, комитет физкультуры ее координирует из спорта Курской области по подготовке и внедрению планов мероприятий. И, может быть, зрителям не очень интересно это слушать, но это чисто такая чиновничая работа, которая должна быть проведена. Это в каждом муниципальном районе, городском округе должен быть свой план, определенно старшие, ответственные, которые будут этой работой заниматься. Сейчас мы готовим определенные изменения в бюджет Курской области, которые нам позволят создавать так называемые центры тестирования, которые должны быть в соответствии с указом президента. То есть мы на сегодняшний момент к 1 января 2015 года должны подготовить порядка 10 нормативно-правых актов областных, внести изменения в различные индикаторы государственных программ, сами программы изменить соответственно, чтобы были эти пункты, чтобы с точки зрения бюджета, бюджетного законодательства, бюджетирования к нам не было претензий. Вот на сегодняшний момент, может быть, это не интересная кому-то работа, но она на самом деле важная. Вот интересно, а есть какие-то планы, когда эта работа будет завершена? Ну, у нас есть четкие рамки, вы можете ознакомиться на сайте Комитета по физической культуре и спорту с этой работой, она выделена, то есть зайти на сайт Комитета и все это увидеть. Ну вот всем телезрителям всегда интересно узнать, какие же спортивные объекты у нас будут строиться, причем мы знаем, что строятся у нас хорошие объекты, и о фехтовальном центре вы говорили, спортивно-концертный комплекс, уже несколько раз в вашем выступлении звучал, сегодня открыли в Ольгове физкультурно-оздоровительный комплекс, а расскажите, какие спортивные открытия ждут Курян в ближайшие годы? Ну, я уже неоднократно говорил о том, что между Курской областью и Министерством спорта есть соглашение, оно заканчивает работу в этом году, значит, в соответствии с этим соглашением мы практически выполнили тот объем, который намечали, сейчас мы готовим следующее соглашение, которое будет рассчитано на 16-20 годы, и такое письмо уже за подсюм министра в наш адрес поступило, что мы должны готовить его, где мы хотим все-таки больше внимания уделить малобюджетному строительству, то есть в новой программе речь пойдет о тех объектах, которые будут в шаговой доступности, вот этот физкультурно-здоровительный комплекс, которые мы должны просто не то, чтобы наполнить прямо через каждые 5 метров, но тем не менее они очень важны и необходимы, потому что я знаю, что потребность занятия физкультуры сумасшедшая сейчас, то есть люди хотят, это модно, это нормально, это действительно влияет на качество жизни людей, и спрос, он предложение, к сожалению, предложение меньше, чем желающих заниматься спортом, поэтому наша задача сейчас максимально постараться в кратчайшие сроки обеспечить людей доступными спортивными сооружениями. Это не только физкультурно-здоровительные комплексы, это и те же площадки в рамках «Газпрома», в котором мы работаем, и вот уже говорили об этом, что их достаточно много уже появилось. Но если говорить конкретно о том, что, вот первое, с ним вы правильно сказали, вот сегодня мы открыли замечательный спорткомплекс в городе Льгове, давно желанный, жданный всеми жителями, пришло огромное количество жителей Льгова, Льговского района, приехали, даже я видел, Курчатский район был, то есть это очень приятно. 30 сентября мы сдаем еще один физкультурно-здоровительный комплекс, но уже в другом конце нашей области, в поселке Косторное. Вот эти два объекта в этом году построены в рамках федеральной целевой программы развития физической культуры и спорта, то есть в рамках соглашения с Министерством спорта. Но у нас также есть еще один объект, который строится сейчас в поселке Примицыно, Октябрьского района Курской области, это чисто областные средства на это направлены. И надеюсь, что 1 июля 2015 года мы сдадим в эксплуатацию в поселке Кшень советского района Курской области большой физкультурно-здоровительный комплекс, он будет называться у нас Межрегиональный центр физической культуры и спорта, будет восточную сторону все охватывать и обслуживать, обеспечить это будет автономное учреждение Курской области, то есть это будет подведочный комитет по физкультуре и спорту объект, объект с бассейном на 6 дорожек, объект с 5 залами, если я сейчас не ошибаюсь, то есть ведется уже строительство, поэтому вот это то, что в ближайшей перспективе. Плюс буквально 10 сентября совместно в рамках социального проекта «Единая Россия» мы сдаем вместе с Юго-Западным государственным университетом 10 сентября в Курске в 15 часов, если не ошибаюсь, у нас тожественное открытие долгожданного бассейна. Если говорить об областном центре, все-таки анонсировалось еще два больших проекта, это строительство рядового дворца на полторы тысячи мест и конно-спортивного центра. Если коротко об этих двух проектах, потому что времени уже немного. Ну, если говорить, давайте начнем с конно-спортивного центра, на сегодняшний идет проект на искать этой работы, на сегодняшний момент выделяется земельный участок, достаточно большой площадь, если не ошибаюсь, больше 20 гектар, может быть, чуть меньше, я сейчас не готов сказать, документов у меня еще нет, мы запросили землю под строительство. Строительство также будет вестись в рамках программы «Газпром детям», объем инвестиций в этот объект больше миллиарда рублей, то есть достаточно большой, интересный ипподром с конюшнями, с конно-спортивной школой, с медицинским центром, который будет подразумевать в планах так называемую ипотерапию, это вот очень важный такой аспект работы с больными детьми, плюс там будет спортивный магазин, ну и просто много чего еще такого в наборе, то есть очень интересный и немножко неожиданный для нас проект, вот он появился благодаря «Газпрома», мы очень благодарны инвесторам за то, что вот эта работа, которую ведет администрация в области, вот вместе с «Газпромом», она свои такие плоды приносит. А то, что касается ледовой арены, на полторы тысячи мест был определенный участок земельный под строительство этого объекта в районе спортивно-концертного комплекса, и вот там выделялся три гектара земли на строительство. На сегодняшний момент, когда наши проектировщики уже подошли к финишной прямой, и когда уже начали работать с другими службами, в том числе и по техническому заданию, вот возник такой вопрос, необходимо спилить, извините за такое слово, но по-другому, с песней слова не выкидать, четыре тысячи деревьев. Вы знаете, как бы мы не хотели получить такой красивый объект еще один, но все-таки, знаете, рубить сук, на котором мы с вами сидим, то есть уничтожать легкие города, это как бы не очень здорово, поэтому мы сейчас, проект готов, вот сейчас мы рассматриваем два варианта, это вопрос северо-западного микрорайона, и вопрос улицы Республиканская, там есть небольшой участок земли, сейчас мы работаем вместе с администрацией железнодорожного округа, думаю, что в течение месяца я готов буду доложить Курянам о том, что в любом случае мы от этого объекта не отказываемся, и этот объект в Курской области будет. Время нашего эфира уже подходит к концу, давайте подведем итоги нашего интерактивного голосования. Итак, мы интересовались у наших телезрителей, готовы ли они сдавать нормы ГТО, и смотрите, готовы и хотят попробовать свои силы, почти 70, более 70%, но вот пока стесняются и ссылаются на свою неготовность, чуть больше 20%, 29% точнее. Ну вот, прокомментируйте. Ну, замечательно, в Курске всегда любили спорт, и я просто уверен, что все будет в порядке. Тем, кто волнуется по поводу сдачи норм, наверное, я себя к этой отношу, учитывая определенные вопросы, но я активно к этому готовлюсь, так что я призываю всех, кто боится, идти со мной вместе. У нас много различных общественных проектов, в том числе с депутатами, надо просто тренироваться, все будет в порядке. Александр Алексеевич, спасибо, что нашли время и ответили на наши вопросы. Спасибо, будьте здоровы. Время нашего эфира подошло к концу, я с вами прощаюсь, оставайтесь на телеканале СЕИ. Субтитры подогнал «Симон»!